Вопрос. Предположим, кто-то, один человек согрешил против другого человека. Ну, берём современный период Нового Завета. И тот, который согрешил, он, собственно говоря, не собирается, не кается, ничего. Он просто вот ходит в этом грехе и так далее. Но проходит какой-то момент там, и вот он понимает, что да, таки он согрешил. И нужно попросить прощения за грех. Приходит ко второму и говорит, прости меня, я согрешил против тебя. А тот говорит, а я тебя уже давно простил. Вопрос. Если он давно простил, оставался ли грех на этом человеке? Потому что христианская традиция учит о том, что даже если у тебя не просят прощения, ты должен простить. И раз. Понятие грех. Мы косвенно касались понятия греха. И говорили о том, что в случае с мировоззрением, отличным от теистического, понятие грех был заменён каким грехом? Ошибкой. Понятно, да? Понятие грех автоматически корреспондируется с понятием. Это понятно? Теперь у меня вопрос. Если мы говорим вот так. То поступок, совершённый между двумя людьми, называемый грех, он совершается перед кем? Перед Богом. И Бог повелевает этому человеку. Говорит, ты не имеешь права судить этого человека. И я повелеваю тебе. Что сделать? Решает ли моё прощение проблему его с Богом? Нет. Нет. Конечно, нет. То есть, я решил все свои вопросы с Богом. Да? У меня вопросов с Богом не осталось. Никаких. У этого парня остались вопросы с Богом. Поэтому, когда он приходит ко мне и говорит, послушай, я прошу тебя простить меня. Я говорю, окей, я тебя уже простил в прошлом. Нормально? Кто мне запрещает простить человека без покаяния? Кто мне запрещает не требовать моего по праву принадлежащего мне, если меня об этом не попросили? Ну, насколько я понимаю, мы учимся принципам покаяния и прощения у Бога. Прощает ли Бог человека, который не кается? Конечно, нет. Ну? А мне он что повелел? Прощайте должников ваших, как и? Я простил. Так, а как он нас простил? Когда мы покаялись. Совершенно верно. Да. Но мне написано, чтобы мне простить его, если я не хочу иметь ответственности перед ним. О каком месте идет речь Писания? Ну, я понимаю, что вы говорите, судя по всему, о Евангелии Матвея. Да. Я правильно понимаю? Да. Ну, тогда открывайте. Да. Какой? Тут повеление прощать и зависимость моего прощения, получение прощения для меня. И еще раз. Когда я говорю о прощении, я говорю о неких вещах, которые переводят нас в право собственности. Понятно, о чем идет речь? Я говорю о том, что мне по праву собственности или по праву справедливости, в зависимости от того, о чем мы говорим, принадлежит некий суд. Да? То есть, к примеру, я отдал кому-то деньги. Деньги принадлежали мне на правах чего? На правах моей собственности. Окей. Он меня не просил его прощать. Я имею право это сделать? Так он же меня не просил. Понятно, о чем я говорю? Просил он меня или не просил, не ограничивает моего права распоряжения моей собственностью. Это мое право. При всем при этом он приходит и говорит, я хочу тебе отдать. Я говорю, а я не хочу тебя брать. Ну, забери. Не хочу. Я имею право так поступать? Ну, послушайте, он мне отдает? Он мне отдает? Ну, я в своем воле поступить так, как я хочу. Если мы говорим о непрощении. Непрощение требования чего? Справедливости, мои хорошие. Справедливости. Я хочу, чтобы по отношению ко мне поступили справедливо. Он меня оскорбил, обидел, поступил со мной каким образом? Несправедливо. Ну, прежде всего, когда я обижаюсь на кого-то, я считаю, что кто-то по отношению ко мне поступил неправильно. Или когда я совершил какой-то поступок неблаговидный и меня наказали, я обижаюсь на этого человека. Иногда, знаете, вот в маленьких детях это проявляется. Вот это я поступил не совсем правильно по отношению к моим родителям. И я пришел, и меня наказали. Моя мама решила меня наказать. Она взяла именно инструмент. Я занял позу смирения. И она начала мне внушать. После чего я встал и сказал, не надо, пусть наказывает меня папа. Почему? Потому что я считал, что наказание легче, чем та вина, которую я совершил. Если она наказала меня меньше, чем я того заслуживал, у меня был повод на нее обижаться? Не было. Почему? Потому что я сам оценил свой проступок и сам оценил наказание. И понял, что наказания недостаточно. Можете себе представить, да? У меня дети так делают до сегодняшнего дня. Иногда. Редко. Как правило, они радуются, когда им удается избежать наказания. Такое бывает редко, когда они считают наказание недостаточным. Ну, такое бывает. И в нашей жизни такое бывает. Когда у нас наказали, и мы сами оценили, что наказания недостаточно, мы обижаемся? Мы радуемся и говорим, вот это повезло. Могли дать, так дать. А не дали. Ну что? Точно не обижаемся. Понятно, да? О чем идет речь? Понятно? Окей. Тогда мы говорим о том, что наказание нормально, но наказание сверх того, что я оцениваю, оно, в общем-то, меня что? Обижает. Я говорю, послушайте, вы наказали меня больше, чем я наделал, да? Или вы наказали меня вообще и не делали, вы меня наказали. То есть, когда мы обижаемся, мы говорим о том, что по отношению к нам поступили каким-то неправильным образом. Если поступили правильно, то мы, по большому счету, что? Не обижаемся. Нам не на что обижаться, если по отношению к нам поступили правильно. Мы не обижаемся. А когда мы обижаемся, это, ну, было ранено, ранено наше обостренное чувство справедливости. Когда мы обижаемся, было ранено наше чувство справедливости. Наше понятие о том, как справедливо с нами должны были обойтись, а обошлись с нами каким образом? Несправедливо, мы начинаем судить другого человека относительно его поступка. Мы выступаем в роли судьи. А Всевышний нам говорит, послушайте, ребята, хотел вас предупредить, весь суд отдать мне. Говорит, хотел вас заранее предупредить, весь суд принадлежит не вам, а кому? Мне. Поэтому вам не нужно ждать, когда у вас кто-то попросит прощения. Для начала разговора отдайте мне то, что принадлежит мне. То есть суд. Что вы должны сделать? Простить. Потому что, когда я прощаю, я распоряжаюсь тем, что принадлежит мне. Я прощаю. Мне как бы, по моему мнению, принадлежит этот суд. Почему? Потому что я считаю, что поступили со мной несправедливо. Я сужу. Да? Но, следуя его указанию. Он говорит, послушай, тебе будет полезно отдать то, что он принадлежит мне, мне. Тогда я не буду судить кого? Тебя. Поэтому, нужно ли мне ждать? Нет. Вторая часть Морелизонского балета, который, ну, как правило, верующий Нового Завета забывает. Вот этот, думая, что здесь все нормально, автоматически считает, что и здесь все нормально. Понятно, да? Вот этот индивидуум, думая, что здесь все нормально, он считает, что у него нормально и в этой плоскости. Но в этой плоскости вопрос не решен. Это понятно? Стрелочка была нарисована неправильно, придется изменить схему и нарисовать ее более правильно. Объясню, каким образом. Здесь существует вот такое движение. И если этот человек сделал все правильно, то остается еще вот эта часть. Некоторые продвинутые умные люди решают, что надо привести в порядок все вот здесь. Забывая о том, что прежде чем приводить в порядок здесь, нужно привести в порядок все. И если здесь не приведено все в порядок, то здесь порядка не будет по умолчанию. Поэтому говорить о прощении греха до тех пор, пока вы выясните взаимоотношения здесь, не приходится. Даже если этот все сделал со своей стороны, и вы об этом знаете, то вам все равно нужно привести эти взаимоотношения в порядок в этой плоскости, для того, чтобы перейти в эту плоскость. Понятно, да? Понятно, да? Поэтому, а? О чем речь? О чем речь? Это всегда было самым служимым. Это было всегда самым служимым. Прощение это одна из таких самых серьезных тем и самых таких понятных и неисполняемых. Итак, существует две плоскости. Одна горизонтальная, другая вертикальная. Если не приведена в порядок горизонтальная плоскость, то вертикального в порядке не будет. Относительно этого человека, ему говорится, приведи в порядок горизонтальную плоскость, чтобы вертикально у тебя было все нормально. Потому что даже если ты не согрешил, в тот момент, когда ты присваиваешь себе право судить, у тебя уже наступают проблемы с кем? С судьей истинным, которому принадлежит весь суд. И ты восхитил себя право, которое тебе не принадлежит. Поэтому, чтобы у тебя не было проблем здесь, лучше тебе простить здесь. Чтобы он вернул тебе то, что по праву принадлежит тебе. Прощение – это не отказ от собственности, а отказ от части своих прав. Еще раз, только медленно. Прощение – это не отказ от собственности, а отказ от части своих прав на эту собственность. В данном случае, от части право требовать возврата вам в вашей собственности. Или от права требовать справедливости. Говорите, все отлично, я ничего не требую. А мне ничего не надо. Тогда есть судья праведный, который вам вернет ваше. Говорит, я верну, не переживай. Ну, для некоторых это может произойти в будущем. Так что не ждите возврата завтра. Да, пожнем свое время, если не ослабеем. Некоторые даже на небе. Я иногда переношу центр на землю, иногда сдвигая его на небо. Ну, по-разному. Как только идет речь о материальном, мы сразу говорим о том, что ждите воздаяния на небесах. А как только о духовном, я говорю, вернитесь на землю. Ну, все нормально. Здесь все понятно пока? Нет. Вопрос. Вопрос. Все же я не совсем понимаю, почему Бог... Ну, получается, разный принцип работает. Когда берем два человека, да, нет покаяния, нет прощения. Вот со стороны согрешившего. Если нет покаяния, нет прощения. Ну, если мы берем это по принципу, вот смотрите, то есть как бы, если человек не приносил жертву в храм, мог ли Бог его простить? Ну, по большому счету, да. Ну, его право, я понимаю, да. Но все же он говорит о том, что не, не, так это не работает. Тебе надо пройти полный процесс шувы. Правильно? Еще раз. Почему этот процесс, он не работает в сторону человека? Почему мы говорим, что он не работает? Ну, как раз на самом деле, работает самым настоящим образом. Он работает очень качественно. У меня есть право. У меня есть право. Меня обидели, у меня появились некие права. Да? Но я поступаю мудро. Знаете, некоторые люди, живя в 90-е годы, они имели, что у нас? Проблемы с должниками. То есть он продает, ты продаешь долг, можно так сказать, как в банке, под кредит, можно сказать, другой банк выкупает у тебя долг тому человеку. В определенном смысле. Еще раз. Некоторые люди в 90-х годах имели проблемы с должниками. И были люди, которые не хотели возвращать долги. Тогда они приходили к другим другим людям и говорили, послушайте, он мне должен денег, а вы не можете, ну, убедить его, вернуть мне долги? За 50%. Ну, не важно. Иногда возвращали 100, получали с того немножко больше. Вопрос права переуступки долга. Понятно, да? Да. И он мне должен. Я говорю, послушай, на самом деле я поступаю мудро. У меня есть крыша. Так вот, я ей переуступаю этот долг. Он с тебя все получит, мне ничего не надо. Я весь суд отдаю ему. Зачем мне с тобой судиться? Я уступил свои долги. Он с тебя получит. И можешь быть уверен. Он получит. Зачем ему тогда просить у тебя прощения? А что, пожалуйста, можешь не просить. Он тогда не сможет отдать долг туда. Тогда у него будут некоторые проблемы там. Опять-таки же там. Потому что тот говорит. Послушай. Тот кредитор. Говорит. Ты хочешь со мной навести нормальные отношения? Чтобы я получил с тебя не по полной программе? Договорись с этим. Пойди скажи, чтобы он мне сказал, что у тебя с ним все нормально. Там много историй. История с Иовом. История с тем, что оставь свой дар. История дней трепета между Рошхашина и Йом-Кипуром. Ну, много историй в нашей традиции есть относительно этого понятия. Бог говорит, пока не наведены в горизонтальной плоскости взаимоотношения, наверх не надо. Вы вот здесь договоритесь, а потом приходите. А если у вас здесь все плохо, ну... Хорошо там не будет. Понятно, да? То есть, это не мои требования. Мне вообще ничего не надо. Я уже переписал все. Я уже сказал, с кем надо разбираться и кто будет получать. А это надо уже вот этому, потому что этот получил определенные условия прихождения сюда на основании того, что здесь будет все нормально. И таким образом, то, что я его простил заранее, не обозначает о том, что у него все нормально. Ему таки надо прийти и попросить прощения. Которое он может быть и имеет. Но об этом может и не знать. А может и знать. Но ему все равно сказано, пойди там договорись. Чтобы он сказал, что таки нормально. Понятно, да? То есть, и здесь допускаются определенные грехи неведения, да? Когда, допустим, я простил человека. Человек не совсем понял, что он согрешил передо мной. Таким образом, в общем-то, его грех передо мной, он остается на нем перед Богом. Относительно меня. Но он не озвучен просто. Ну, как бы опять. Есть грехи, которые покрываются без покаяния. Есть грехи, которые покрываются без покаяния. Поэтому вы можете и не дождаться того момента, когда этот человек придет к вам каяться. А греха не будет, потому что он будет снят без покаяния. Недедения. Как раз тот грех, о котором идет речь. Что человек согрешил по отношению ко мне. Я считаю, что он согрешил по отношению ко мне. А человек не в курсе. И таких грехов может быть достаточно много. Мы можем обижать людей, но очень сильно. Иногда я встречаюсь с такой проблемой. Ко мне подходит один брат. И говорит, послушай, Дима, ты что-то против меня имеешь? Ну, странный вопрос. Ну, я говорю, в общем-то нет. Как бы, ну, нет. Ну, вообще, то есть, ничего. А человек мне объясняет, что он уже там месяц, к примеру, иногда это длится у некоторых больше, на меня обижен. Что произошло? Я не всегда являюсь внимательным человеком. Ну, не всегда. И я, проходя рядом с ним, не поздоровался. Ну, то есть, я его не поприветствовал. Вот, кого-то поприветствовал, ну, проходя, и вот. А его так, и не поприветствовал. Я имел что-то в виду? Нет. А потом я еще раз так сделал. А третий раз он уже внимательно наблюдал за мной. А я сделал, он делал, да. Он нормально. И третий раз я поступил точно так же. Но в четвертый раз он уже решил не дожидаться. Он уже решил заранее выяснить. Может быть, я таки что-то имею. В виду, когда я с ним не здороваюсь. Может, ему надо у меня попросить именно прощения, чтобы я с ним начал здороваться. Понятно, что поступил, в общем-то, нехорошо прежде всего кто? Я. Ну, я же не поздоровался. Ну, поэтому, в общем-то, как поступил, нехорошо я. Поскольку я так поступил, он мог на меня обижаться? Мог. Но он собрал всю волю в кулак и простил меня. Да? Простил он меня? Я не знал. Но он-то меня простил. Ну, был мужественным братом, христианином. Если он подошел выяснять со мной взаимоотношения, то он уже кремень. Смотрите, он что-то сделал. И вроде как бы я согрешил против него. Не поздоровался с ним. Но согрешил я по знанию, преднамеренно или не знаю? Не знаю. Грех был на мне? Да. Я же совершил. Послушайте, это же сделал я, мои хорошие. Но из-за того, что я нахожусь во свете, общаясь с другими верующими людьми, Бог дает мне милость и прощает мои грехи неведения. Хотя они были на мне, но они мне были что? Прощены. Я знал о них? Нет. Я осознавал их? Нет. Я испытывал к ним отвращение? Нет. Я принимал решение их оставить? Нет. Я исповедовал этот грех? Нет. Я выполнял решение, которого я не принимал? Нет. Но грех мне был что? Прощен. Но этого не будет происходить, если я об этом знаю. И когда он подходит ко мне и говорит, этот грех мне известен, он уже мне известен, я уже о нем знаю, я уже осознаю его, и я уже говорю, прости меня, брат, согрешил, был невнимателен. Если впредь я так буду поступать, ты мне, пожалуйста, скажи об этом, облечи меня сразу, а я со своей стороны буду стараться так больше не делать. Итак, был грех? Был. Знал я? Почему что? Был грех. Был грех не беден. Такое заповедение. Если ты не поздоровался, значит. Я обидел своим поведением другого человека. Скажите мне, пожалуйста, так на вопрос, как я его задал. Я обидел другого человека? Может, обрасываешь? Еще раз. Я обидел его или нет? Так, а если он сам обижается? Ну, он сам обижается. Представляете, он сам обижается. Из-за того, что я так поступил, мои хорошие. Послушайте, когда вы говорите, еще раз, послушайте, меня интересует простой вопрос. Скажите, пожалуйста, я сейчас не обсуждаю, что послужило причиной. Скажите, пожалуйста, вам приятно, когда с вами здороваются? Тогда у вас проблемы. Тогда есть уже ряд проблем, с которыми вам надо каяться и разбираться. Тогда вы кого-то не прощайте. Но, в принципе, с хорошими людьми вам приятно, когда с вами здороваются. Приятно? Только что говорил «да», теперь уже не думаю. Еще раз. Скажите, пожалуйста, вам приятно, когда, ну, люди, уважаемые всеми, в том числе и вами, с вами здороваются? Пусть будет. На самом деле нет, но пусть будет «да». Хорошо. Пусть будет «да». Тогда меня интересует следующий вопрос. А как вы себя будете чувствовать, когда со всеми поздороваются, а с вами именно нет? А это ложь, на самом деле. Вы говорите то, что не соответствует действительности. Я вам могу привести простые примеры. Скажите, пожалуйста, если всех здесь будут чествовать, давать подарки с Ханукой, а вам не дадут, как вы себя почувствуете? Нормально, пожалуйста, не давайте. Так, хорошо. Скажите, не-не-не-не, сейчас мы продолжим. Вы же не поняли, куда вы попали. А вы живете где? В Одесской области. А сейчас вы ездите сюда. Жертвуете. Вы какую-то помощь получаете? Да. А если всем будут давать помощь, а вам нет? Я сейчас облегчу вас бюджет, сейчас он договорится. Как вы себя будете чувствовать? Нормально, Саша. Говори нормально. Говори нормально. Я не говорю о том, что вы будете делать. Я говорю о том, как вы будете чувствовать себя. Нормально. Мне же обязаны не давать. Правильно, можно не давать. А я же не говорю о том, что вам обязаны или не обязаны. Я говорю о ваших чувствованиях. Если к вам будет другое отношение, чем ко всем окружающим людям, вы не будете чувствовать себя нормальным. Это будет задевать вашу личность. Вы будете задавать себе вопрос. И причем задавать вы будете, мой хороший, достаточно громко. Томка, придя и спрашиваю, я не понял, пастырь, почему им да, а мне нет. Вот, мы и проверим, кстати. Если бы я был пастырем и отвечал за все здесь происходящее, можете поверить, чтобы вы бы завтра об этом узнали. Все равно вам или нет. Я бы специально не дал. И подождал бы. Именно сидел и ждал. Интересно, придет, все равно ему или нет. Как правило, когда касается вопрос личности человека, вы очень быстро узнаете, что вам не все равно. А когда вот, ну, поговорить, тогда все равно. Ну, а какая разница? А когда не дают, тогда не все равно. Конечно. О чем речь? Причем, при всем при этом, когда вы придете, я бы на месте пастыря сказал, а где в Библии написано, что я должен давать? Ну, как вы делаете. Как вы делаете. Потому что, учтите, вы сейчас некой мерой сеете в свою жизнь. Не надо так говорить. Просто не надо так говорить. Я совет даю вам, пользу ради. Не надо. Вы сеете, чтобы вы потом ответили за то, все равно вам или нет. Вы же сейчас говорите, что вам все равно. А потом можно попасть в такую ситуацию, где вам придется отвечать. Да, все равно. Не все равно. Нам не все равно, как к нам относятся окружающие люди. Не все равно. Нам не все равно. Тихо, тихо, тихо. Уже ведите себя прилично немножко. Тихо, 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 тихо. Давайте. Тихонечко, тихонечко. Ведите себя прилично. Когда вы захотите говорить, вы спросите, я вам дам возможность. Может быть. А пока я такой возможности вам не даю. Хорошо? Я тебе делаю немножко обрезание. Тебе уже будет приятно. не надо, я же предупреждал. Ну, не надо. Это практическое занятие. Будем продолжать или хватит? Можете продолжать. Хорошо, я продолжу. Это же вы попросили, я специально для вас дальше продолжу. У нас еще два дня впереди, так что я постараюсь сделать вам приятно. Не хотели бы, да? Вот я вот, я вот теперь. Теперь вы понимаете, о чем идет речь. На самом деле, человеку не все равно, как к нему относятся. Не все равно. И правда заключается в том, что я не хочу, чтобы так ко мне относились. Не хочу. И поэтому, когда кто-то говорит, что я вот поступил таким образом, мне не надо, ну, напрягаться, говорить, а покажите мне по Писанию, где я должен был поступать иначе. Не, мне надо, ну, как бы, понимать, что я поставил человека не в совсем уютное положение. Даже того не желая, даже того, ну, не имея в виду. Человек, я понимаю, что он ходил определенное время и думал, что бы это значило. То, о чем я даже не знаю. Но в глазах Божьих я был тем человеком, который послужил преткновением, соблазном для моего брата. И поэтому для меня не составляет труда, что сделал? Попросить прощения. Попросить прощения. Несмотря даже на то, что этот грех неведения из-за того, что я находился в свете в общении с другими верующими, Бог покрывал, прощал и очищал. Но когда он был открыт и я его понял, то нормально попросить прощения, измениться и стараться больше не допускать. Понятно здесь? Попутный вопрос. Если человек подходит, допустим, человек подходит ко мне и говорит, послушай, я хочу перед тобой извиниться, потому что в течение месяца я был страшно на тебя обижен за то, что ты сказал вот тогда. И я середился и просто там вот как бы негодовал в своем сердце. И потом я поразмыслил, помолился и понял, что ты был прав. прости меня, я тебе этого не говорил. Вопрос. Я, допустим, даже не представлял о том, что каким-то образом он сердился, то есть он не показывал в течение этого месяца никакого, ну вообще, то есть этот человек, с которым я там не общаюсь, например, да, вот просто человек. Ну аналогичная ситуация первая, которую я приводил. Да. Вопрос. Нужно ли ему идти ко мне просить прощения? То есть что срабатывает в этот момент? Я думаю, вот это да. Я понимаю, что я не согрешил перед ним, и он сам говорит, ты не согрешил передо мной, но я... Я вам расскажу одну такую историю. Она недавно имела практическое значение и применение в моем доме. Было общение, было общение у меня дома, и моя жена, ну, что-то там сказала, а другая сестра, которая при этом присутствовала, она, в общем-то, ну, не то, что не показала виду, она таки показала вид, что она, что сделала? Обиделась. Но потом она, ну, христианка, взяла себе в руки, взяла себе в руки и сделала вид, что ничего не произошло. Потом она, после собрания, подошла к моей жене и говорит, я прошу, прости меня за то, что я на тебя обиделась. И она, как бы, объяснила, что произошло, почему она обиделась и так дальше. И моя жена, мудрая, она решила, ну, чтобы облегчить попросить у нее прощения. В ответ она услышала, что прощения было недостаточным и ей еще неплохо будут покаяться в этом, в этом и в этом. Иногда подход таких людей не всегда, ну, опять, я не говорю правила в одну сторону, в другую. Когда ко мне подходит, говорит, прости меня за то, что я на тебя обиделся, иногда он значит о том, что, подожди, ты не понял еще в чем надо тебе каяться. Это иногда может граничить с манипуляцией. Поэтому вам не стоит быстро каяться, когда к вам подходит и говорит, что на вас обижались. То есть, понятно, да? Есть разные абсолютно... Это да, но чисто технически, вот если взять схему, это грех чисто перед Богом. Любой грех чисто перед Богом. Но в данном случае есть обязанность как бы двух сторон. Но поскольку одна сторона, как бы стрелочка с одной стороны, по идее, она должна отсутствовать, она всегда будет присутствовать в две стороны. стрелочкой. Но я не обижал его, то есть, как бы мне не за что его прощать. Поэтому как бы зачем мне эта стрелочка? Я действительно... И он согласен, говорит, да, это не манипуляция, ты меня не... Ну, то есть, берем хороший вариант. Стрелочки всегда существуют в обе стороны. Каждый человек, он что-то делает по отношению к другому человеку. И поэтому стрелочки, они называются взаимоотношения. Они не возникли на ровном месте. Если здесь существует обида, то должно происходить прощение. И когда мы говорили об обиде, мы говорили здесь о каком-то действии со стороны этого человека по отношению к этому человеку, да? И мы говорили о том, что этот человек, он был по его мнению несправедливо что? обижен. Он являлся тем человеком, который выносил что? суд. Но тот говорит, что ты правильно делал. Ну, то есть, в конечном итоге говорится, что да, ты сказал, вот предположим, ты сказал слово, например, из Писания. Вы услышите разницу в ситуации. Здесь мы говорим о том, что есть осознанный поступок, есть оценка этого поступка и есть обида. Мы об этом говорим? Осознанно. Вот этот парень, он воспринимает, осознает, оценивает и обижается. И ему нужно что сделать? Простить. И это требование, которое у него перед Богом. Правильно? Он, другими словами, весь суд отдал куда? Суд отдал туда. Теперь возникает его уже во всей этой ситуации нет. Так? Его уже нет в этой ситуации. Уже есть только Бог и этот человек. И Бог судит этого человека. Бог захочет, он откроет ему и даст возможность к чему? К покаянии, как требование примирения с кем? С Богом. А если Бог не откроет, то откуда возьмется вот эта вот стрелочка? Понятно? Да. Здесь есть второй вариант. Я прихожу и говорю, послушай, я тут на тебя обиделся, не кто начинает уже открывать? И мотивы этого человека не всегда могут быть при этом. Какими? Правильными и чистыми. Потому что он, скорее всего, не до конца таки простил, а хочет, чтобы этот человек испытал чувство, которое называется чувство вины. Когда он приходит и говорит, дружище, я тут на тебя ну я все, я простил. Боже, ты знаешь, что я простил, но ты должен знать, что я на тебя обижался, чтобы ты чувствовал вообще, что ты наделал. Я, конечно, тебя простил, ну что, а вдруг ты не будешь знать? Понимаешь, да? То есть, как бы тут разница. Когда мы говорим о нормальном понимании и нормальном отношении, почему, когда я приводил этот пример, брат, он подошел ко мне, думая, что между нами что-то произошло, что я имею что-то против него. И иногда мы так себя ведем. Действительно, что-то происходит, мы таки не прощаем, и мы своим поведением показываем этому человеку, что не все нормально. И ну тогда нормально подойти и сказать, что-то случилось, ты что-то имеешь в виду, отношения не совсем такие, как вчера или третьего дня. И он правильно сделал, подойдя и выяснив это. Хотя это его ранило, хотя это его каким-то образом задевало, он подошел и выяснил. И мы примирились, и он это не делал для того, чтобы я почувствовал чувство вины. понятно, да? Я знаю, что я иногда специально некоторых людей обижаю. Не уходи в себя, вернись к нам, я понимаю, что время подумать будет вечером. И я это делаю преднамеренно, зная о том, что мое поведение их может обижать. и вот как-то при этом я не чувствую особых угрызений. И даже не всегда буду просить прощения. Я бы вам сказал, по большому счету, может, мы двигаемся в одном духе. Но я этого не говорил, я пошутил. В одной крови? Короче, тут дело может кровопролитие отойти. Тут нешуточные ребята собрались. Понятно, о чем идет речь? То есть надо различать, но основная схема очень простая. Обязанность простить, она возложена на меня Богом вне зависимости от того, просили меня об этом или не просили. ключевой вопрос состоял в другом после всего. Я понял, что человек сделал мне замечание, я обиделся на это замечание. Я походил, походил и понял, что я гоню, что он правильно говорит. я подхожу к нему и говорю, прости, что я на тебя обиделся. Прощай. А он даже и не знал об этом. Ну и нормально. Он там, скажем, предположим, это был телепроповедник, он мне что-то сказал, я думаю, ну вот этот короче, там, брат, вот это короче, там, и вот так вот. Да, потом что, мне нужно найти его и сказать, слушай, прости, я на твои проповеди обижался. Насколько правильная эта позиция. Почему мне сразу не прийти к Богу и сказать, Боже, прости, я был неправ. То есть, я решаю свой вопрос с грехом, не с человеком, а конкретно с Богом, потому что человек даже не передавал по этой схеме этот вопрос Богу. Потому что для него это не вопрос, во-первых, это и не грех, то, что он сказал, он не согрешил передо мной. Да, сам властивный. Представляете теперь, что будет с частью людей, которые будут смотреть эту кассету. можно сразу у них попросить прощения? О чем идет речь? Здесь, в общем-то, нужно понимать, есть такое понятие, как водительство духом. Вот эта часть, когда, ну, Бог дает нам возможность прежде всего помнить о том, что мы согрешаем перед Ним. И если есть часть, ну, моего покаяния перед человеком, то это нормально. Но не перед всеми людьми и всегда вы сможете что сделать? Покаяться. Но это нормально, если вам представится случай это сделать. И это не, ну, как бы, если человек поймет, о чем вы говорите, может он у вас попросит прощения, а может и не попросит. То есть, как бы, может, он посчитает нужным попросить у вас прощения, а может он не посчитает нужным попросить у вас прощения. Здесь вопрос, ну, как бы, я думаю, в части наших взаимоотношений с Богом и нашего понимания своего состояния. Но меня интересовал больше вопрос, достаточно грубый, в плане того, что некоторые люди не прощают до тех пор, пока у них не попросят прощения. Я говорю, не обязательно. Вы должны простить вне зависимости от того, попросили вас прощения или нет. Меня интересовал вопрос с другой стороны. Я покаялся перед Богом, поэтому согрешил и перед Богом, и поэтому перед человеком не буду просить прощения. Тоже неправильный вопрос. То есть, понятно, вот эти две вещи меня интересовало. Приведение в баланс вот этих взаимоотношений на основании этих взаимоотношений. Те вопросы, о которых вы говорите, вы говорите о том, что здесь более или менее это все нормально было на этом уровне. Тогда остается вопрос на этом уровне у одного человека. Понятно, да? Не у двоих. А здесь как бы вопрос отдачи Богу и здесь вопрос прежде чем примириться, то примириться с человеком. Да, пожалуйста. А если они отошли на тот свет? Ну, просить прощения у умерших тоже можно. Хотя результат не, опять, нормально, нормально. Если мы осознаем нужду попросить человека прощения даже после того, как он умер, можем это сделать. Потому что это нужно для меня. Выдавить из себя слова прости меня, это, я вам скажу, чего-то тоже стоит. потому что иногда мы осознаем чувство вины, но сказать простые слова, слушайте, ну, простите меня, вслух, вслух, чтобы сам себя услышал. Потому что исповедание, часть исповедания, провозглашения, она очень важна. когда мы писали шаги покаяния, дальше шо? Сознание. Дальше. Отвращение. Дальше. Решение. Исповедание. Так вот, проблема заключается в том, что когда мы принимаем решение, но не исповедуем его, на самом деле мы не принимаем решение. Если вы приняли решение, вот с утра встали и приняли какое-то решение про себя, то скорее всего вы его не выполните. слово, которое прозвучало, оно будет вас судить. Слово, которое в уме пролетело, судить вас не будет. Как это не странно, мои хорошие, вы знаете, Всевышний мог подумать и все сотворить, но он сказал. Откуда мы знаем, какой он? Он сказал, а если бы он подумал, какой он? Мы бы не узнали. Он говорит про мысли и о том, что наши мысли не его мысли, а его мысли он нам не сообщал, кстати. Он просто сказал, что то, что вы думаете, это не то, что я думаю, но своих мыслей не сообщал, поэтому мы ничего не знаем. Но то, что нам должно быть открыто, нам об этом что? Сказано мы, хорошие. И когда вы принимаете какое-то решение, собираетесь что-то сделать, вы должны об этом что? Сказать. Если вы осознаете, знаете, осознаете, это вы приняли решение уже так не поступать, но вы можете принять решение так не поступать не к тем людям, которые умерли, но к тем уже тяжело будет просто. Да? По отношению к тем будет уже просто тяжеловато. Потому что они уже... Хотя часть вещей, которые мы делаем, мы можем совершать после смерти тех людей, которые умерли, мы можем грешить против них. Мы не можем каким-то образом что-то им сделать, но говорить про них плохо мы можем. И в общем-то понятие обиды, оно распространяется, как это ни странно, не только на тех людей, которые находятся с нами, и по отношению к которым мы испытываем обиду. Понятие обиды может распространяться на тех людей, которые к нам очень хорошо относятся, и нам кажется, что мы к ним тоже хорошо относимся, но обида может распространяться именно такие взаимоотношения. Сейчас я объясню, что я имел в виду. Закончу только с исповеданием. Поэтому нам нужно принять решение не только по отношению в данном конкретном случае к тем людям, которые есть рядом с нами или умерли, но и по отношению к другим людям, что мы не будем поступать по отношению к другим живым людям. Ну и потом поэтому может присутствовать покаяние и исповедание по отношению к тем людям, которые что сделали? Умерли. Угу? Я ответил, нет? Угу. Вопрос. Вот в контексте так сказать мессианского служения примирения например немцев с мессианским верующим, с еврейским народом. То есть когда там мои внуки, мой там мой дед был там фашистским там каким-то там этим самым вот а мой дед был в концлагере. Так вот я от лица своего деда прошу у тебя прощения. То есть я что отождествляю себя я осознанно беру на себя его грех или что что происходит в этот момент? это служит для исцеления просто людей или это какую силу имеет вот это все? Со смертью человека по идее должен остановиться грех этого человека. Смотрите. Некий поступок совершенный человеком может существовать после смерти этого человека. Последствия этого поступка. Другие люди глядя на этот поступок могут переносить отношения к этому поступку на потомков. Говоря о том, что потомки этих людей такие же как и их отцы. Другими словами, до сегодняшнего дня мы можем сталкиваться с тем, что многие люди, в частности евреи, имеют весьма определенное отношение ко всем немцам. Для них не важно являетесь ли вы прямым потомком того нациста в том концлагере. Да? Для них не важно кто был ваш дедушка, бабушка, может вы были членом подполья и спасали. Но когда этот человек слышит немецкую речь, он ассоциирует человека относительно немецкой речи, которую совершали. И этот поступок вызывает до сегодняшнего дня что? Боль и обиду и непрощение. При всем при этом, знаете, как бы вы может и не являетесь потомком того, кого катовали в том концлагере. Может быть ваши родители они были в Америке, в Беребиджане, еще где-то. Вы не являетесь прямым наследником тех людей. И вы сами, ну или ваши родители не подвергались тем самым репрессиям. Но отношение на основании вашего знания оно может быть, иметь место. когда этот потомок приходит к вам и говорит послушайте, я даю оценку этому. Я даю оценку. И я понимаю, что этот человек, чьим потомком я являюсь, он совершил по отношению к вам неправильные действия. Я не могу сказать, что эти действия совершил я. Это не я был. Это не я убивал, это не я мучил, это не я издевался. Но это были люди из принадлежащей мне расы. И я, поскольку являюсь их потомком, прошу вас, как представителя этой расы, простить их, а соответственно и меня. За то, что они сделали тогда. И такой поступок он может принести освобождение тому человеку, по отношению к кому эти слова звучат. Если мы будем ждать, что те люди это сделают, так этого никогда не произойдет. А кто тогда возьмет ответственность, а кто тогда возьмет и скажет прости, кто принесет вообще идею прощения, освобождения для тех людей, которые мучаются годами в этой обиде и поколениями. И поэтому дело этого служения это хорошее дело. Не тогда, когда мы берем вину за все на себя, чего мы не совершали, а когда мы говорим, послушайте, мы не таковы, мы не согласны с тем, что было тогда. Мы не согласны с тем, что делали наши отцы и деды. Мы осуждаем это, и поскольку мы это осуждаем, мы просим у вас прощения, являясь их потомками. Точно так же мы не страдавшие, мы не переживавшие, можем приносить свободу этим людям, говорят, мы прощаем вас, мы вас прощаем. Мы отпускаем вас, свободу не тех прощения, которые там были, а нашего прощения, мы больше не испытываем тех чувств, которые мы испытывали до этого по отношению к вам. То есть понятно, да? Здесь не идет как бы речь о умерших, здесь идет речь о живых. И не идет речь о возложении на себя вины, которую вы не совершали. И соответственно вы не будете нести наказание за ту вину, которую вы не совершали. Несмотря на то, что вы отождествляете себя, вы говорите об этом, вы судите. Я ответил каким-то образом? Здесь понятно с осознанием, поступками и исповеданием. Все понятно, да? Теперь маленький момент. Обида это не эмоции, обида это поступки. И прощение это не эмоции, а прощение это поступки. Это очень важно, потому что человек очень часто судит по отношению своему к обиде и прощению на основании эмоций. Обида и непрощение, они могут сопровождаться эмоциями и непрощение. И прощение тоже могут сопровождаться эмоциями, причем абсолютно различными. Но то простили вы или нет, будут решать ваши поступки и не ваши эмоции. О чем я говорю? Есть два индивидуума. Один другому дал денег, этот денег не вернул. Ну понятно, эмоции могут быть различные. Вы простили этого человека, к вам пришел другой человек, с которым у вас прекрасные взаимоотношения и попросил вас взаимы. Чего? А вы ему их не дали. На основании того, что этот не вернул. Вы простили этого? А чувства у вас все нормально с этим? Чувства. Это прекрасный друг, прекрасный человек, я его очень люблю, испытываю глубокую радость и удовольствие от встречи и общения с ним. Деньги просто не дам. Понятно, да? Но если вы чувствуете боль и обиду о деньги даете, значит простили. Понятно, да? Прощение это когда вы не поступаете по отношению к другим людям или к тому человеку на основании того поступка, который он совершил. Легко. Прощение это когда вы не поступаете по отношению к тому человеку или к другим людям, основываясь на том поступке, который он совершил и который вы соответственно простили. Все равно, что этого поступка не было. Понятно, что пусть Бог вам даст мудрость давая деньги, потому что на самом деле вопрос отдавания в долг это вопрос опять-таки мудрости и требования, которые предъявляет Всевышний к человеку, который дает и требования, которые Всевышний предъявляет к человеку, который просит. И если человек, который просит не соответствует требованиям, то вы можете их не давать. И если человек соответствует требованию, а вы не даете, то соответственно у вас могут быть некоторые сложности. Поэтому есть требование и к тому, кто просит, и требование к тому, кто дает. Поэтому пусть Бог благословит вас быть мудрыми. Перерыв.